Учитывая пожелания граждан и муниципальных властей, в Оржеве прошла презентация второго этапа внедрения новой модели пассажирских перевозок. При этом глава города воинской славы отметил, что по сути происходит возвращение к прежней еще советской схеме организации работы общественного транспорта. С 3 февраля прошлого года в Верхневолже действует новая транспортная модель, инициированная губернатором Игорем Руденей. На первом этапе своей работы она охватила Тверь и Калининский район. На данный момент на территории агломерации на 85 маршрутах работает 471 автобус современного класса. Ежедневно они обслуживают более 18 тысяч пассажиров. Понятно, что проект удался, и настало время для реализации второго этапа. С 3 июля планируется запуск на территории Киморской агломерации, Старицкой, Оржевской, Зубцовской. И уверен, что это будет позитивный процесс для нашего населения, потому что все-таки качество и уровень безопасности перевозок. 16 июня в Оржеве состоялась презентация второго этапа для региональных и местных журналистов. По словам заместителя министра транспорта Тверской области Сергея Верхоглядова, внедрению предшествовала тщательная работа. Конечно, мы проанализировали всю маршрутность этих агломераций, мы учитывали пожелания наших граждан, мы учитывали пожелания глав администрации для того, чтобы наша транспортная система полностью и удобно обслуживала пассажиров. Итак, планируется, что через 3 недели на линии 4 районов Тверской области выйдут 114 новых автобусов, которые будут совершать более 800 рейсов в день. Благодаря этому появится 340 рабочих мест для жителей региона, из них 240 водители. Учитывая, что это будет государственная кампания, по сути, муниципалитеты вернутся к еще советскому опыту. Мы вернулись в первую очередь к истории города Ржева. Нашли те маршруты, которые в свое время, в 90-е годы, в начале 2000-х прекратили свое существование. Тем временем власти Тверской области планируют и дальше расширять географию современных комфортных перевозок. Планируется внедрять новую систему в Конакове, Вышневолочке и Таршке, повышая качество услуг в этом секторе.